Возвращаясь немножко к XIX веку, ну, про XIX век, когда рассказывал, там много было политических событий, культуру немножко так всё-таки упростил, так свёл к литературе. Композиторов не всех изложил, поэтому вот Вагнер, сейчас ещё в феврале будет, наверное, Брамс, всё-таки надо про них. Ну, Вагнер довольно спорный, 70 лет он прожил, 1813-1883 год, то есть это категорически не 20-е, которые сейчас по каналу идут. Вот. Вагнер двумя вещами известен, он реформатор оперы дальнейшей, как я говорил, несколько было реформ оперы, уже про Верди я рассказывал в XIX веке. Вот Вагнер дальше её реформировал, ну и кроме того, его мистицизм и антисемитизм потом взяли на вооружение национал-социалисты, и Вагнер был любимым композитором у Гитлера, и вообще нацисты его продвигали, соответственно, его возненавидели евреи теперешние, и в Израиле он до сих пор запрещен. То есть в Израиле считают так его антисемитом, Вагнером до сих пор. Ну, в принципе, да, антисемитом он тоже, конечно, был. Ну, с нашими мерками подходить к периоду 200 лет назад довольно странно, тогда разные были позиции в разных сочетаниях. Ну, перехожу, собственно, к биографии Вагнера. Младший ребёнок в семье, отец служил в полиции, дед был чиновником, короче, из среднего он класса. Занялся он композицией сначала у церковников, это 1828 год, аж был ещё такой полный, ещё Германия не революционная. С 1831 года он изучает музыку в Лейтсовском университете. В молодости, как у всех практически, так сказать, великих людей, у него период был бедности, когда он подрабатывал, как попало, там был дирижёр музыкальных театров, хармейстер и так далее. Вот, в 1842 год он прославился, значит, в возрасте где-то 30 лет, у него прошла опера «Риенцы», последняя из трибунов, и потом он стал придворным компельмейстером при Королевском саксонском дворе. Слово «придворный» не должно нас сильно обманывать, Саксония – это просто региональная такая маленькая страна, как и почти вся тогда Германия, то есть у себя, короче, вот в области он стал придворным, главным композитором, придворным компельмейстером. Вот, при этом, значит, в 1949 году он поучаствовал в революции на стороне левых. Между прочим, Вагнер участвовал в Дрезденском майском восстании, где познакомился с Бакуниным, и, в общем, воевал на стороне бакунистов. То есть, хоть потом имя Вагнера использовали фашисты, он начинал как анархист, и в статьях Вагнера «Сочувствие к революции» левым идеям очевидно. Ну, вот он просто такой достаточно мистический анархист, он думает, что мир преобразует музыку. Ну, у анархистов много таких позиций. Сам по себе анархизм – это устремленность в некое предельное будущее, в котором не нужно будет государство, да, это непонятно, когда будет. Поэтому анархисты часто такое достаточно странное говорят. Ну, и при этом Вагнер был антисемит. Ну, надо сказать, евреев к тогдашних критиковал и Бакунин, анархист при всей нашей интернационализме, да, при всем при нашем, какой-то вот анализ народов тоже возможен. Ну, да, Вагнер негативно к евреям, видимо, он переборщил. Я тут как бы его антисемитизм не поддерживаю, я просто пытаюсь его понять. Вот вообще во многих этих обзорах, можете обратить внимание, я постоянно как бы вот сочувствую разным людям, но при этом я не разделяю их идеи, я просто пытаюсь объяснить контекст их позиций, да. Свои идеи я высказываю, допустим, в дневниках, там я уже от себя работаю, сейчас я больше вот пытаюсь проанализировать, да. Ну, так вот, Вагнер все-таки не фашист, Вагнер это анархист, но в том числе с антисемитскими взглядами, и такое тогда было возможно, тогда в разных комбинациях это все работало. После поражения этого восстания анархистов он бежал в Тюрих, написал он там либретто «Кольца Нибелунга» известное, и написал оперу «Тристана и Изольда». Вот 50-е, это пик его славы, вот он как раз тогда теорию создает о том, что музыка спасет мир, ну, скорее эта теория и ранее была известна, пропагандирует эту теорию, что вместо революции у нас будет культурная революция. Ну, в целом я вот тоже как-то к Вагнеру-то ближе, как анархисту, что я тоже считаю, что скорее культурными методами это все осуществится. Видите, вот политики, они в своей политике превращаются в своих же оппонентов. Вот посмотреть хоть на наших оппозиционных политиков, теми же примерно методами, как и путинские пытаются действовать, большого такого нравственного отличия не видно. Поэтому я все-таки ставлю на культурную революцию. Все-таки культурная позиция режима, она как-то выше, чем эти политики, которые заведомо в этой грязи погрязли в этих своих конфликтах, сами в черт знает что превратились в моральном и интеллектуальном плане. Ну, вот, видимо, у Вагнера похожая позиция, то есть он считал, что революция провалилась, но надо сделать эволюцию культурную, и тогда все идеалы левых осуществятся. Тем не менее, поскольку он был естественный композитор, его поддерживали аристократы тоже. Ну, а что у нас аристократы? Многие тоже были анархисты. Кропоткин, например. Ну, вот 1864 год. Баварский король аж пригласил его в Мюнхен, и он работал там уже в Баварии в качестве такого основного композитора. Баварский король оплачивал его долги и всячески поддерживал Вагнера. Вагнер написал в Мюнхене комическую оперу «Нюрбинские месяцы и зингеры», написал там «Окончание колец Нибелунга», «Зигфрида» он там написал «Гибель богов» как раз в Мюнхене. И, в общем, поздний Парсифаль тоже, кстати, это баварский период. Поздний Вагнер – это определенно южно-немецкая такая баварская. Поэтому, вероятно, его любил Гитлер, который был южным немцем. Вот Бавария и Австрия – это там один почти язык, южно-немецкий. И культура похожая. Вот Гитлер, он вообще-то из Вены, Австрии, да, но вот Вагнер – это где-то тоже туда же, потому что в конце он работал в Баварии. 1883 год. Умер от инфаркта миокарда. То есть он родился в 13-м году, умер в 83-м, 70 лет. Ну, так довольно рано все-таки. 70 лет. То есть все-таки, да, он, видимо, переживал сильно свою музыку, и сердце у него было этим подорвано. Что касается музыки, собственно, и философии, они у него тесно были связаны. Одна из основополагающих идей Вагнера, как я уже говорил, это то, что спасет и освободит, в том числе, социально, искусство. Ну вот, цитирую, значит, уж как он это выражал, как человек до тех пор не освободится, пока не примет радостно узы, соединяющие его с природой, так и искусство не станет свободным, пока у него не исчезнут причины, стыдится связи с жизнью. Вот, то есть, значит, при этом вот связь с жизнью он понимал как синкретизм. Музыкальная драма, которую он писал, он считал это высший уровень искусства, потому что он соединяет текст и музыку. То есть единство слова и звука это высшее искусство, и вот оно в первую очередь способно мир преобразовать. Ну, кстати, вот в пропаганде-то 20 века, когда пошли идеологические войны, действительно, вот песни преобладают, да? То есть, в основном мы все позиции через песни. И в основном песня несет, так сказать, идеи в массы, что тоже, в общем-то, к идеям Вагнера и восходит, то, что именно пение вот такое вот, в пении соединяется текст и музыка. Ну, и надо сказать, что синкретические идеи были в 20-21 веке плодотворны, породили интернет-искусство как высший синкретизм нашего времени. Вот мы сейчас вообще в лучшей синкретике, в самое лучшее искусство по понятиям Вагнера был бы интернет, потому что здесь изображение, текст и звук, все вот самое высшее, это YouTube. Ну, значит, для него пока еще там интернета не было, опера была высшим искусством, прежде всего музыкальная драма, как он называл. Ранний Вагнер в 1840-й, это все-таки еще скорее опера, но уже такие-то элементы есть, это, допустим, «Летучий голландец», «Стангейзер», «Лайнгрин», а поздние оперы, и вот там действительно уже все его идеи музыкальной драмы реализованы. Он параллельно писал большое количество теоретических работ, таких как «Опера и драма», «Искусство и революция», «Музыка и драма», «Художественные произведения будущего», где писал эту теорию про синкретизм. А на практике это такие произведения, как «Тристана и Изольда», «Кольцо Нибелонга» — это четыре на самом деле оперы, и «Парсифаль», это вот как раз музыкальная драма. При этом он свою музыкальную драму считал лучшим произведением искусства и активно критиковал всех остальных. В частности, Вагнер критиковал классическую оперу, а именно «Рассини», «Верди», «Обера», вот про которых я рассказывал, и противопоставлял свою вот эту. В этом плане, конечно, Вагнер модернист, он реформатор оперы, и он какое-то новое начало такое принес. Ну и, в общем-то, 50-е, когда он работал, 1850-е, это уже начинается модернизм. С другой стороны, мы имеем во Франции уже ранних символистов, и вот Вагнер в Германии тоже с идеей радикальной реформы искусства тоже выступает. Чтобы опера была близка к жизни, искусство уже должно быть к жизни, у него, значит, идея сквозного драматургического развития. То есть, в опере главное – это действие, и дуэты, всевозможные вокально-симфонические сцены заменены на монологи и диалоги. Вместо длинных овертюр, которые акцент переносили на музыку, он делал короткие прелюдии, которые обязательно должны быть по смыслу связаны жестко с действием. То есть, музыка – это действие. Вот концепция Вагнера. В целом, вот эта вот тенденция в опере победила, акцент на действие вместо музыки привела к современному мюзиклу. Современный мюзикл – музыка крайне примитивна. По сравнению вот со сложными классическими операми, там, ну, можно послушать, мы даже нам трудно воспринять, просто потому что сама вся музыка там сложная, да, из большого количества мотивов состоит. А мюзикл просто там, в принципе, одно и то же долбят, вот, проанализируйте какую-нибудь любимую песенку из мюзикла вашего. Там пара мотивов, которые повторяются. Примитивная музыка, но акцент перенесен на действие, и эта примитивная музыка, тем не менее, хорошо это действие подчеркивает, нам эти мюзиклы нравятся, да, оперетты эти, ранний мюзикл оперетта назывался. В принципе, это предел того, что предлагал Вагнер. Вагнер, конечно, вот эти тупые бы, оперетты бы вряд ли бы, и писал, тем более смотрел, да, слушал бы. Но, тем не менее, вот его идеи привели к окончательному превращению оперы в оперетту, а потом и в мюзикл. В то же время, нужно сказать, что, несмотря на все эти рассуждения о действии, действия это в самих его текстах и мало. Отмечают, что действие в основном психологическое. То есть, события происходят медленно, а практически все действие сводится к переживаниям персонажей. Однако, так ему проще, потому что музыка, конечно, она эмоциональная, и поэтому у него музыка иллюстрирует переживания персонажей довольно подробно. Тем не менее, вот к этим переживаниям она привязана. То есть, музыка там категорически не сама по себе, а вот как раз действие, выраженное в психологическом действии. Оно и проявлено в музыке. В это дело он зарядил еще существенную специфику вокала. То есть, пение сильно у него отличается тоже от классической оперы. Протяженная, драматическая, эксплуатация предельных регистров, то есть, такой экстремальный. Ну, вот модерн, да, вот как раз все это перед символистами, параллельно с ранними символистами, перед футуристами, перед авангардом. То есть, Вагнер, на самом деле, такой предавангард. Это, конечно, не авангардная, не модернистская опера, о которой мы еще поговорим, она будет в начале 20 века, но что-то переходное, это же явно не Россини, там и не Верди. Ну, кто слушал, тот понимает, о чем я. Установились даже новые стереотипы певческих голосов, то есть, вагнеровский тенор, вагнеровская сопрано, специальные голоса, именно вагнерские, такие, экстремальные. Большое значение придавал оркестру. Оркестр в него ввел большое количество инструментов, и самый большой оркестр во всех операх именно у Вагнера был. То есть, там большое количество инструментов, по-разному поют, и все вот это отражает, значит, всю идею сложной передачи человеческих чувств. Тональность расширил путем интенсификации хроматизма, ладовых альтераций. Ну, в общем, сами тона, само устройство музыки тоже переделано. Основное, что там переделано, это ввел систему лейтмотивов. Вот это тоже сейчас используется в мюзикле, но на примитивном уровне. Лейтмотив, это значит, что, в принципе, с каждым персонажем связана какая-то простая мелодия, которая повторяется, когда он, допустим, возникает. Вот, допустим, Тристан появляется, у него определенный лейтмотив идет, и Зольда у нее свой. В музыкальных фильмах часто используется, да? То есть, вот когда появляется какой-то герой, вот у него, допустим, какой-то маленький мотив этого героя, и он постоянно, значит, повторяется, связан с ним. Но у него даже лейтмотив может быть урейна, то есть у реки. Лейтмотив кольца, меча, золота. Лейтмотив Грааля, там, в Лоингрине. То есть, даже неживые предметы у него могут иметь свой лейтмотив. Получается, вот музыка изображает все действие вот за счет этой системы лейтмотивов. Вот это он называл связью музыки и действия. Вот это он считал, что такое-то главное. Судьба может свой лейтмотив иметь. То есть, какие-то абстрактные идеи тоже имеет лейтмотив у Вагнера. Ну, и все эти лейтмотивы у него сливаются в единый поток некоего развития. При этом темы достаточно часто незавершенные. Эмоции, как правило, у него нарастают и особенного разрешения потом не получают. Получается такая немножко дерганная, напряженная у него на самом деле музыка. Это вот некоторым нравится, некоторым нет. Все-таки классическая музыка, привыкли, что это какая-то такая фигня, которая расслабляет, да, хоть и достаточно сложно. Вот Вагнер не расслабляет, а полностью напрягает. Ну, и, возможно, это соответствовало тональности Гитлера. Гитлер любил как политика, да, то есть, политик он постоянно такой в борьбе, да. Вот Гитлер любил Вагнера, что он, так сказать, мобилизует. Надо сказать, много он писал. И то, что он пишет, ну, первая от его статьи «Крупное искусство и революция». То, что он пишет, все-таки показывает Вагнера как левака. В общем-то, как все лучшие европейские интеллектуалы 19 века, Вагнер определенный левый и даже больше он, скорее, анархист, то есть, даже и ультралевый. Ну, надо сказать, нацисты все-таки брали кое-что у левых, вот они взяли Вагнера тоже. То, что Вагнеры использовали нацисты, скорее заимствование. Ну, и у них было заимствование много левых идей, лозунгов и искусства тоже. По поводу влияния различных философов, обычно сразу называют Фейербаха, потому что он его цитирует и повторяет ряд идей. Фейербах – это материалист, определенно левый. То есть, Вагнер – ажноматериалист, то есть, по своей философии Вагнер близок к марксизму. Чего его фашисты записывали и записывают, непонятно совершенно. Это инициатива самих фашистов его к себе записать. Ну, довольно много у него рассуждений о мировой гармонии, общественном устройстве, в котором не будет насилия. Вагнер даже после поражения революции все равно пишет, что социальная революция победит. Революция будет освещена искусством, которое придаст революции подлинную красоту. То есть, слово «революция» у него с языка вообще-то не сходило, как и у меня, кстати. За эстетикой последует этика, то есть, искусство совершит революцию, и потом уже люди станут моральными. То есть, главная революция по Вагнеру в искусстве. Поэтому его аристократы спокойно поддерживали, это никак им не мешало. Он говорил о некой революции будущего, которую подготовит развитие искусства. Он не призывал непосредственно идти грабить, допустим, аристократов. Хотя он, в общем-то, хотел какой-то мир без них, на самом деле. Революция по Вагнеру является логическим завершением истории. Он там долго рассуждает, какие были раньше революции, там античный мир погиб, на смену Аполлону пришел Христос и все такое. Сейчас наступило индустриальное общество, пишет Вагнер, что очевидно в его время. Но последняя революция уничтожит индустриальное общество, уничтожит всеобщую эту унификацию во имя денег и все так далее, или уничтожит власть денег. Но, кстати, про власть денег-то, собственно, кольцо небелунгов. Оперы-то его левацкие, если анализировать. Там про то, что деньги правят человеком, но герои это преодолевают и все такое. Ну так вот, после индустриального общества будет другое общество, которое будет единством всеобщей свободы и красоты. Время должно быть преодолено, прошлое должно быть побеждено. То есть в этом плане он выступает как радикальный модернист. Его социальная теория радикально модернистская. Он против мира традиции, традиция должна быть уничтожена. Поэтому он выступает так же, как революционер в музыке. Ну вот этим идеям Вагнера я категорически сочувствую. Я тоже считаю, что впереди должна быть культурная революция, только она способна реально преобразовать. Иначе, ну мы так будем толочь воду в ступе. Люди не преобразованы, люди также продолжают своим этим стереотипам следовать. Какой бы политик их не возглавил, там Путин или Навальный, люди будут делать примерно то же. Никакие свободные выборы не помогут, пока люди не преобразованы духовно. И так все и будет продолжаться. А замена одной палки на другую ничего не даст, как верно говорил Бакунин. В этом плане Вагнер довольно последовательный тоже бакунист. Он это тоже понимает. Он как композитор понимает со своей точки зрения. Как мы можем мир преобразовать, создать какую-то новую музыку, которая людей, возможно, преобразует. Ну вот я как филолог тоже со своей точки зрения понимаю, что надо создать язык, надо создать тексты, которые по-другому будут трактовать мир, и тогда только что-то в России получится. В этом плане я тоже Вагнерянец. У него находят много, тем не менее, всякого мистического символизма. Например, Лосев. Ну, Лосев это советский пиздюк. Он много чего может найти. Значит, Лосев, да, находит у него, кроме того, какой-то еще платонизм. Ну, просто Лосев сам платонист, еще и диалектический материалист, то есть врум по специальности. Поэтому я думаю, что вообще это нужно пропустить. Просто сказать, что сам по себе Лосев не вызывает доверия. И теми методами, которыми он пользуется, он может найти у Вагнера что угодно. Вот Вагнер, он у него Платона находит, короче, Лосев. Но довольно, в общем-то, сильно находит у него Шопенгауэра, скорее. И Шопенгауэр, это как раз критик Платона. Вот еще почему Лосевские всякая ахинея, она неверна. Потому что если уж брать философские эти самые истоки, то это точно Фейербах, которого Вагнер упоминает сам, да. И это Шопенгауэр в поздних. Вот Кольцо Небелунга, сильное Шопенгауэр. То есть, значит, всемирная воля, представленная, прежде всего, как золото в капиталистическом мире, да. Она тяготеет над людьми, это позорно, от этого надо освободиться. Нужно, значит, прийти к чистому интеллекту, то есть чисто созерцательной позиции, без поисков какого-то золота там в мире, да. И вот этот чистый интеллект, он представлен также и музыкально. То есть, чистый интеллект, он также и наслаждение по Вагнеру, да. Близкая достаточно к буддизму позиция, Вагнеру также буддизм приписывают, но скорее это не чистый буддизм, тут нет каких-то базовых буддийских концепций по типу непостоянства и так далее. Это скорее такой эскапизм по типу Гесса. То есть, скорее буддизм у него на каком-то эмоциональном уровне, как и у Германа Гесса, кстати, да. Но в Тристане и Изольде тоже прям буддизм, прям напрямую практически представлен. Конечная идея Тристана и Изольды, слияние с вечным миром, то есть, как бы с нирваной, бессмысленность страстей, и вот это в Тристане и Изольде представлено. Это дату. Под определенным буддийским влиянием он находится. Но ни в коем случае никакого платонизма я тут не усматриваю ни в каких формах. Ни Фейербах, ни Шопенгауэр, ни буддизм, это не платонизм, и они, в общем-то, в конфликте находятся с платоническими всякими формами, которые были и в Индии. Влияние Вагнера большое. У нас пропагандировали его римский Корсаков. Довольно много Рубинштейн, Скрябин тоже заимствуют у Вагнера. Он был довольно яркий, поэтому влияние он оказал. В Германии много последователей. Веймарская школа, тот же Ференс-Лист, они последователи, в общем-то, Вагнера, и Лист, по-моему, даже лучше Вагнера местами. Ну, а также Густав Малер, Штраус и так далее, все вот это последователи, в общем-то, Вагнера. Есть сильная антивагнеровская реакция, то есть противники Вагнера, которые, прежде всего, представлены Брамсом, о котором я тоже расскажу. Тоже неплохой Брамс. В России антивагнеровские, это Мусоргский, Бородин. Ну, политические, так как Вагнер соответствует анархистам, антивагнеровская, это соответствует консерваторам. Вот, допустим, Мусоргский, у нас считается националистический композитор и, в общем-то, Ватник. Ну, это все так условно, понятно, что музыка это не политика. Ну, в общем-то, так вот, если общую тенденцию брать, Вагнер это скорее левак, которого почему-то полюбили также и фашисты, а все, кто его критикуют, это, как правило, праваки. Например, Ницше не любил Вагнера и наезжал на него, потому что Ницше был правый. Ну, вот так, после же Второй мировой Вагнер попал вообще как-то не туда. Он как бы и левак, и антисемит, поэтому... А леваки все стали, значит, филосемитами, да? И получился, как бы, вот он ни среди левых, ни среди правых, особенно Вагнер, не идет. Тем не менее, известен он, известная немецкая музыка. Имеется замок Нойшванштайн, лебединый замок, построенный королем Баварии в честь Рихарда Вагнера. В значительной степени замок отражает идеи опер Вагнера. Посещается туристами, довольно такой возвышенный, модернистский, такой вот преодолевающий реальность, революционный такой. Ну, и говорят, очень красиво, я бы тоже, конечно, посмотрел, но, наверное, не получится. Вот в Германии одно из самых популярных туристических мест Европы, это лебединый замок Рихарда Вагнера. Что касается антисемитизма, да, у него прямо есть статья «Еврейство в музыке», где он определенный антисемит. И, кстати, статья Вагнера «Еврейство в музыке» внесена в федеральный список экстремистских материалов в России. Ее печатели распространения в Российской Федерации преследуются по закону. Ну, я удивляюсь, как они всего Вагнера не внесли. Ну, вот он в этой статье про еврейство антисемитов, в других, между прочим, статьях он анархист. Так что, я думаю, наши ребята как-нибудь у них башка допрет, и они вообще всего Вагнера внесут. Ну, конечно, экстремист. У него и музыка экстремистская. Я думаю, что они и парсифали там рано или поздно. Желаю построить какое-то консервативное болото, которое никогда у них не удастся построить. Я думаю, что они и все оперы Вагнера тоже как-нибудь в федеральный список экстремистских материалов забьют. Потому что как раз вот этого болота, эти сонные рылы чиновников, это Вагнер больше всего в жизни ненавидел, как и все анархисты. Ну, в общем, надо, да, его поругать за антисемитизм. В то же время, ну, вот евреи были определенной группой в Европе, да, как раз коммерческой. Он ненавидел, скорее, капитализм. Вот евреи у него и у Бакунина в значительной степени ассоциировались все-таки с капитализмом. По Бакунину это заметно. Ну, давайте вы еще, ребята, Бакунина еще покопайте и запретите. И там Бакунин тоже говорит, что евреи-капиталисты. Но не в такой резкой форме, как Вагнер. Они оценивают какую-то ситуацию своего времени, вот такой вот коммерческо-торговый еврей. Сами много пишут истории, понимают, что евреи были в основном торговой такой группой, да. Из-за этого их во многом многие ненавидели. Это как что-то такое объективное. То есть я ни в коем случае за антисемитизм не выступаю. Я пытаюсь объяснить просто позицию Вагнера, почему он был антисемитом, например. Ну, в общем, так или иначе, немцы это ему прощают и не поминают этого. Много памятников в Германии. Кратер на Меркурии, в общем-то, и мировая общественность ничего против не имеет. В России даже выпускали, значит, почтовые конверты во имя Вагнера, хоть и запретили часть его книг, запретили его статью. Скульптуры, 500 скульптур Рихарда Вагнера в 2013 году поставили в Байтрете. Фильмы оперные, значит, есть... Вернемся на Элисейские поля 38-го года, фильм про Вагнера. И Людвиг есть фильм 1972 года про Вагнера. Ну вот, в общем-то, кратко. Музыку я тут никак не могу изобразить, так как я артист, так сказать, разговорного жанра получается. Поэтому, ну, музыку легко на Ютубе. Ютуб завален. Вагнер, наберите Вагнер и послушайте. Я думаю, как обычно, у композиторов лучше один раз послушать, чем 30 минут рассказывать про то, какая там музыка.